Всем снова здравствуйте. В этом видео у нас сегодня речь пойдет про матричный принтер NEC PINWRITER P2200. Мы заодно поговорим, как заставить его работать от Windows 10. Принтер сам уже старый, технология исполнения, то есть конструкция у него тоже такая гриба староватая. Вот, и он выпуска 1987 года. У меня есть один подписчик, теска, знаменитого актера, вот, и он как раз таки, ну то есть он тоже специализирует, на подобных штучках, девайсах, вот, ну и он всего на всего на год старше, чем этот принтер. Ну то есть понятно, это у нас очень старая такая модель, но тем не менее, этот принтер, как бы, я его все почистил, помыл, он после, скажем так, капремонта в хорошем и рабочем состоянии, вот, или это ему 8-35 лет, прикиньте, да, доживет какой-нибудь сегодняшний принтер до такого возраста, не думаю, но этот он все-таки дожил и сохранил такие, как бы, способность работать. Вот, мне с ним, правда, пришлось побороться немного перехитрить его, вот, принтер, наверное, он думал, что он перехитрит меня, а получилось, что перехитрил я принтер, но об этом чуть-чуть попозже, и, пожалуй, сейчас посмотрим на сам принтер, вот, это, кстати, у нас сейчас первое будет, работая без автоподачки бумаги, с ним тоже был автоподачек бумаги, но его мне, ну, с ним мне придется еще разбираться, вот, и посмотрим для начала вот на сам принтер все-таки, тут у нас кнопочки, квит, принт стайл, там, фит селект и все это, селект это у нас режим онлайн, оффлайн, вот, и подача бумаги, она у него осуществляется вот здесь, либо вот здесь, если это у нас перфорированная бумага, и что следовало бы отметить, это то, что вот эти вот, как бы, закрывашки, да, они, вот, как новые, принтер сам, он не стоял где-то, закрытый в коробке, там, какой-нибудь, то есть он, вот, тут уже пожелтевший немного, то есть он использовался, блять, ебаная резкость, сука, я нахуй ненавижу, блять, этот телефон, иногда, за такие вот, как бы, за такую хуйню со стороны камеры, вот, но сейчас вроде уже все видно, то есть здесь у нас так вот ползунок, чтобы тут, как бы, ограничения ставить, как вот лист, вот, посмотрим, пожалуй, на него, ну, сзади, снутри, вот, то есть здесь у нас все довольно-таки обычно, сзади у нас тоже тут, вот, это порт, кабель сетевой, здесь вот у нас эта вот перегородка, она выламывается, и сюда вставлялась кассета со шрифтами, со шрифтами кассеты, здесь к нему, кстати, еще, это вот, руководство пользователя всякие разные, тут вот, на английском языке, есть еще одна книжечка в папке, на немецком языке уже, то есть, а вот она и стоит даже, так, падает все, вот, у нас инструкция как автоподатчику, это вот у нас, то есть, понятно, да, как раньше, какая техника была, как не относились все это, то есть здесь у нас целая прям вот толстенное руководство, папка такая вот с этим, там, всем, вот тут у нас 20 глав из этой папки, вот, копирайт 88-го года, не знаю, то ли, в общем, короче, принтером производства Японии вообще, 87-го года, а вот это вот, издание, это оно 88-го года, вот, и посмотрим, все-таки откроем крышечку нашу, подниже, самое у нас интересное, сейчас наведу камеру, так, вот у нас, в общем, что мы здесь видим, ну, здесь у нас, как бы, ручечка, понятное дело, проворачивает вал, вот, все, все дела, это вот у нас, тут, устанавливается, какая у нас, собственно, подача, где, что, снизу, нет, снизу у нас ничего нет, никаких щелей, вот, то есть у нас, либо отсюда подача бумаги идет, либо вот спереди, где я показал, и здесь у нас, что мы видим, ну, переключение, расстояние головки от печатного вала, так называемого, и вот у нас, как выглядит, собственно, сам печатный вал, скажем так. Так, резкость. Ну, что за еб твою мать, а? Вот, магия, блядь, рук и никакого обмана. Вот, здесь у нас, то есть, имеется головка. Что интересно, я хотел показать, резинового печатного вала, как такового, здесь нет. Здесь имеется только вот такая вот штучка, литой алюминий, все это там, массивное, и здесь у нас такая вот, имеется, как полоска, немного резиновая такая, по ней ходит головка, и сама, собственно, вот, печать, она вот происходит с упором на вот эту вот алюминиевую панельку. Вот. Головка у нас такая тоже солидная, как бы мы ее можем снять и даже достать. Вот, видите, она вот снимается в очень хорошем состоянии, в чистом, то есть, состоянии. 24 иглы. Ребра охладительные. Ну, поставим ее на место. Все, сидит. Кстати, как выписание, если мы, если будем двигать головку, то здесь ничего нигде не будет, лампочек никаких моргать, да, вот. Ну, шлейф тут у нас, да. В целом, в принципе, все тут, как бы, чисто, хорошо. Принтер работает, ну, звуки там, вот эти передвижения, все это вот тихое. И колесики, вот тут они на подшипниках качения, то есть там ролики, это роликовые подшипники. Вот. Ну, и, как бы, картридж. Вот тут все это, нек, вот, можно покрутить. Картридж, кстати, не новый, это старый какой-то картридж, он прям вот был уже в этом принтере. Ну, я обновил его, полив, ну, здесь подушечка с краской, на нее я полил немного бензина, и ленту саму я взял от нового одного, я не знаю, картриджа, так он крутится, крутится, нового картриджа от принтера ОКИ. Там лента такая же, это у нас, как бы, утонченные картриджи, такие, как их называют, утонченные модели. И там мало ленты, лента сама маленькая, не широкая, ее мало, но она проходит, как бы, через красящее устройство, подушечку с краской, губку такую, вот. Но, когда все это дело высыхает, то в губке все равно остается немного краски, и я капал туда бензина, чтобы оно все это зафункционировало. Ну, да ладно, посмотрим на принтер в действии, то есть, мы сделаем тест принтера, принт-тест. Автоподача, то есть, когда засовываешь лист, аутофит происходит, я это, в принципе, активировал, но, чтобы его лишний раз не включать-выключать, то есть, мы здесь вот, у нас вот так вот затягивается этот лист, ролики резина старой, уже кривые немного, вот, и сделаем, пожалуй, принт-тест, то есть, сажмем одну из вот этих двух кнопок и включим принтер. Он громко работает, из-за того, что здесь не резина воевал, а литой вот тут алюминий и все это, он громко работает, а давайте посмотрим. Хуйня какая-то. Ну, что-то он не хочет. Вчера все нормально же делал, а сейчас не хочет на камеру. Ну, посмотрим-таки на печать данного прибора из Windows 10. То есть, в чем здесь была специфика? Ну, блять, ну, ты должен что нахуй. Короче, в чем здесь была специфика? Ну, он делал, как бы, лишние строки между строками, то есть, сделал, ничего не печатал. И, как бы, ну, наверное, про то, как его печатать в Windows 10, заставить его в другом видео сделаю. А пока что посмотрим просто на пробную страницу печати, как бы. Для этого включим, пожалуй, компьютер сначала. И принтер. К слову говоря, разрешение печати у него доходит до 360 на 360. То есть, разрешение у него высокое. Вот. И печатать он, в принципе, очень даже хорошо. Если, как бы, суметь его заставить печатать, он хорошо печатает. Ну, то есть, включим принтер, засунем сюда бумагу. Вот. И поставим в режим Select. Вот. И пошлем пробную страницу из Windows 10 и посмотрим, как он будет, как бы, печатать. Звучит музыка. И вот, как бы, у нас тут драйвер вообще для него, то есть, который имелся уже в виду, все это Neck Pin Writer 136 Column у меня. Вот. И, в принципе, качество печати очень даже хорошее. Он, как бы, работает через USB адаптер. Вот, USB-002. Это адаптер, который для ЛПТ-кабеля. Там, ДСАП-разъем уже. Вот. И он все это, как бы, сделал возможным. И на нем, получается, распечатывать документы, там, или не знаю, то, что тебе надо. Это, правда, долго длится. Вы видели, как он долго длится. Но он, тем не менее, работает. Работает. Вот. На том, в принципе, наверное, все. Да? Вот. Закроем его обратно.